Почему продолжать помогать Украине в интересах США? Чего можно добиться атаками дронов по территории России? И как эффективно распространять правду о войне среди россиян? Ответы на эти вопросы мы нашли в статьях Washington Post, Foreign Policy и LeMond. Я Анастасия Брюханова, и это наш ежедневный обзор зарубежной прессы. Прежде чем начнем, обязательно напоминание. Я очень жду ваших лайков под видео. Это даст хороший сигнал алгоритмам Ютуба и продвинет видео в рекомендациях. Нам сейчас это важно, когда мы поменяли формат. Поэтому поддержите нас, пожалуйста. Если поставили, то мы начинаем. США безвозмездно выделяют миллиарды долларов Украине, совсем не получая ничего взамен. Украина вообще-то доходится далеко, и ее проблемы совсем не должны волновать Штаты. Такое мнение бытует как среди части американской общественности, так и среди некоторых чиновников, особенно республиканцев. Но они не во всем правы. Стоит помнить, что помощь Киеву приносит Штатам не только морально-этические очки, но и вполне себе стратегические преимущества. Какие именно, разберемся вместе с военным историком Максом Бутом и его статьей для Washington Post. Прежде всего, помогая Украине, США ослабляют российскую армию. Это, безусловно, важно для нынешней ситуации на фронте, чтобы Россия не могла оккупировать Украину целиком, а Киев смог отстоять свою независимость. Однако ослабление Кремля в военном плане имеет и далеко идущие последствия, которые выгодны для Штатов. Это, как пишет Бут, укрепление безопасности стран НАТО и залог предотвращения других крупных конфликтов с участием России. Если российская армия ослаблена, то риск перетекания конфликта на границу стран Альянса или непосредственно на их территорию сильно уменьшается, или даже приближается к нулю. Штаты ведь по договору НАТО обязаны защищать граничащие с Россией страны, Польшу и Балтийские. И помогая Украине в противостоянии деньгами и оружием, США как бы опосредованно это и делают, при этом не подвергая никакому риску собственных солдат. Как отмечает Бут, помощь Украине – также очень важная инвестиция США в сохранение безопасности в Европе в целом. Таким образом, штаты показывают, что на них можно рассчитывать в тяжелые времена, что они не оставят Европу один на один с экзистенциальной проблемой, несмотря на то, что она так далеко от штатов. А значит, помощь Украине подспудно укрепляет связи США с ее трансатлантическими союзниками. Некоторые республиканцы продвигают идею о том, что война в Украине отвлекает США от Тихоокеанского региона. Однако, как утверждает автор, поддержка Украины, наоборот, является для США способом сдерживать Китай и сохранять стабильность в Азии. Отправляя деньги и оружие, поддерживая Киев словами и действиями, штаты дают недвусмысленное предупреждение всем остальным странам, которые вдруг тоже захотят кого-нибудь захватить. Ни одно такое действие не останется безнаказанным. На агрессию неминуемо последует ответ. И Китай два раза подумает, прежде чем пытаться захватить Тайвань. На другие войны, например, войну в Афганистане и Ираке, штаты тоже тратили очень много денег, не говоря уже о солдатах, которые там погибали. Но итог у этих войн получился, мягко говоря, не очень, считает Буд. Но Афганистан к власти в итоге вернулся Талибан, а Ирак вышел из-под влияния штатов и попал под влияние Ирана. Миллиарды долларов были украдены местными коррупционерами, много оружия попало в руки к религиозным фундаменталистам. И это не говоря о разрушениях и бедах, через которые пришлось пройти мирным жителям. Однако, несмотря на откровенную неудачу этих операций, республиканцы никогда не предлагали прекратить их финансировать. А вот с помощью Украины, которая борется за либеральные и демократические ценности и стремится стать членом западного сообщества, у некоторых республиканцев проблемы почему-то возникли. Многие из них заявляют, что хотят найти дипломатическое решение конфликта. Но ограничивая военную помощь Украине, они делают все возможное, чтобы стимула садиться за стол переговоров у Путина как раз не появилось. Ведь если он уверен, что Киеву больше помогать никто не будет, то какой смысл ему войну заканчивать и о чем договариваться? Проще продолжать войну и разбить Украину на поле боя. Чтобы этого не допустить, США как раз и нужно продолжать помогать Киеву, заключает Буд. Я призываю помогать нашей редакции. Наша команда работает фактически круглые сутки, чтобы у вас в подписках всегда были только самые свежие новости и самая интересная аналитика. Сделать это можно на Бусти, Патреоне или прямо тут в Ютубе. А взамен вы попадете в наши чаты в Телеграме. Там уже много спонсоров из разных городов России и даже других стран. Всегда есть с кем обсудить последние новости и события и поделиться своими впечатлениями с единомышленниками. Спасибо за поддержку и ждем вас в наших чатах. Вчера Собянин заявил об отражении очередной атаки беспилотника, который летел на Москву. И россияне на такие сообщения уже почти не обращают внимания. Уж слишком часто стали летать украинские дроны. И в связи с этим возникает вопрос. А зачем тогда вообще нужны атаки беспилотников по России? Имеют ли они какой-то эффект? Попробуем разобраться вместе с Форен-Полисом. Цели Украины, которых она пытается достичь при помощи беспилотников, ясны. Атаки дронов по таким объектам, как железнодорожные пути, нефтяные базы или склады с вооружением, несут вполне осязаемые преимущества. Они должны помешать российским военным вести войну. Атаки по объектам в глубине России тоже вполне могут нарушить планы военно. Из-за украинских дронов регулярно закрывают небо и аэропорты. Также при помощи регулярных налетов беспилотников Киев хочет продемонстрировать россиянам, что война вовсе не ограничивается на территории Украины. Однако эксперты отмечают, что как-то серьезно повлиять на решение противника исключительно при помощи воздушных налетов сложно. Это подтверждают и исследования. Бомбардировки во время Второй мировой войны, войны во Вьетнаме, Первой войны в Персидском заливе и во время других кампаний резко приводили к каким-то изменениям. Наоборот, зачастую в таких ситуациях лидер страны-противника и общественность сплачиваются. Безусловно, атаки украинских дронов по России сильно отличаются от стратегического использования авиации во время других войн и по масштабу разрушений, и по количеству жертв. Уже не говоря о том, что налет украинских дронов не идет ни в какое сравнение с российскими ракетными обстрелами украинских городов. Но результаты исследований обычно работают вне зависимости от масштабов и интенсивности атак. Однако нельзя назвать налеты украинских дронов совсем неэффективными. На них приходится отвлекаться российской системе ПВО. Командованию приходится задействовать и другие военные ресурсы, людей, технику, чтобы защитить города и инфраструктуру. А значит, этих людей и техники не будет на поле боя. Также, по мнению автора, беспилотники помогают бороться с пропагандой. Их регулярные налеты помогают развеивать нарратив о том, что Украине на фронте все плохо, а Россия, наоборот, выигрывает по всем фронтам. Когда беспилотник пролетает в Кремль или в Москва-Сити, многие россияне, и в том числе элиты, начинают меньше верить всяким Соловьевам, Коношенковым и его сводкам. Еще налеты беспилотников демонстрируют, что воля Украины к борьбе остается сильной, а сдаваться никто не собирается. Более того, возможность нанести противнику ответный удар на его же территории дает борющимся надежду и поднимает боевой дух. Значит, противник вовсе не настолько непобедим, насколько хочет казаться. При этом негативные последствия таких вот атак дронов есть не только для России, но и для Украины. Эксперты отмечают, что они, во-первых, могут привести к тому, что Москва пойдет на эскалацию, начнет наносить удары возмездия по украинским городам. А ущерб от них, скорее всего, будет превышать ущерб от первоначальной атаки украинскими беспилотниками по России. Во-вторых, атаки дронов на гражданскую инфраструктуру внезапно работают на руку Путина. Когда беспилотник врезается в жилой дом, у Путина появляется множество наглядных примеров, которые позволяют подкрепить аргумент о том, что в Украине живут варвары, которых, по его мнению, надо уничтожать. И поэтому война, мол, оправдана. Ведь она уже получается не захватническая со стороны России, а типа оборонительной. К тому же, когда столицу и российские города атакуют украинские беспилотники, голоса россиян, призывающих к миру, становятся менее слышны. В-третьих, атаки беспилотников могут повлиять и на дипломатический имидж Украины. Некоторые страны, которые хоть и выступают против России и поддерживают санкции, все равно рано или поздно надеются восстановить отношения с Москвой. И такие атаки беспилотников могут стать для них предлогом сократить помощь Украине или начать сочувствовать России. Французский писатель Марк Леви нашел способ обратиться к россиянам. Он написал роман о вывозе детей из Украины, то есть о том, за что Международный уголовный суд и выдал ордер на арест Путина. И специально для россиян эту книгу будут бесплатно распространять в интернете на русском языке. Марк Леви считается одним из самых известных современных французских писателей. Его книги переведены на более чем 40 языков и самый популярный его роман «Между небом и землей». В 2005 году по книге был снят фильм, где главные роли сыграли Риз Уизерспон и Марк Руффало. В России книги Леви выходят тиражом не меньше, чем в 50 тысяч экземпляров, а сам писатель несколько раз приезжал в нашу страну на автограф-сессии. Новый роман Леви называется «Симфония монстров». В ней описывается история семьи, которая пытается найти девятилетнего сына, вывезенного в Россию. Как отмечает автор, при написании книги он опирался на многочисленные отчеты, расследования и личные истории, связанные с депортацией детей. В книге даже упоминается Мария Львова-Белова, уполномоченная по правам ребенка в России, на которую Мусс тоже выдал ордер на арест. И пока Netflix отказывается от русской локализации, субтитров на русском, книга Леви скоро будет бесплатно доступна на русском языке. По словам писателя, он понимает, что в нашей стране введена жесткая цензура и что в обычных книжных магазинах его роман продавать не станут. Но Леви очень хочет продолжать говорить с россиянами через свое произведение. Показать нам, как ужасна война и как она влияет на судьбу обычных людей. И в современной России единственный способ обращаться к россиянам, по сути, это через интернет-ресурсы. Но и на издание в России бумажной версии своей книги рано или поздно Леви все же надеется. Он считает, что писатели и другие влиятельные люди должны говорить простым гражданам о войне и других ужасах. Многие жители России, по его словам, сейчас погружены в пассивность и фатализм. Они не видят или не хотят видеть, что творит Путин. Возможно, что кто-то, прочитав роман любимого писателя, откроет глаза на происходящее. И, кстати, это не первый раз, когда Леви пишет о России, о политике. В 22-м году вышел его роман «Ноа». В нем группа хакеров пытается помешать диктатору по фамилии Лучин. В этом герое автор зашифровал фамилии Лукашенко и Путина. Но, естественно, все герои вымышленные, совпадение случайно. В Канзасе озорной кот прыгнул на клавиатуру и удалил все данные медицинского центра по делам ветеранов. Об этом рассказывает «Дельрегистр». Удалить все данные одним прыжком на клавиатуру обычно, вообще-то, очень сложно. Но в этот раз для кота сложились все условия. Все случилось во время созвона между IT-директором медицинского центра и одним из американских правительственных департаментов. В беседе принимало участие около ста человек. У одного из них был кот, который, видимо, очень любит прыгать на рабочие места. Да, Кузя? Во время разговора технический работник проверял сервера медицинского центра. И тут кот внезапно и прыгнул ему на клавиатуру. Ну и случайно стер все данные. А один из участников созвона в ответ на это сказал «Вот почему у меня собака». На восстановление системы ушло четыре часа. К счастью, данные не были утеряны безвозвратно, ни один ветеран, так сказать, не пострадал. Фото виновника этого события у нас нет, но журналисты издания на всякий случай поделились фото своего кота, который тоже мешал им редактировать статьи. Мой кот Кузя, как вы заметили, тоже у нас любит прыгать по столам, пока мы записываем видео, и ходить в опасной близости от микрофона и стакана с водой. Но тут они с Тамарой вместе, оба любителя. Надеемся, что этот выпуск дошел до вас вовремя, и ни Тамара, ни Кузя ничего не ломали и не стирали. Подписывайтесь на канал, и мы прощаемся с вами. До завтра! Субтитры создавал DimaTorzok